Весна с каждым днём набирает ход, а значит приближается горячая пора для агрария в Верхней Волжи. С 15 апреля они смогут приступить к весеннему севу. Вопросы подготовки агропромышленного комплекса к предстоящим сельхозработам и итоги 2022 года обсудили на заседании правительства Тверской области. Подробности у Натальи Чекет. В этом году посевная площадь в регионе прогнозируется на уровне 445 тысяч гектаров. При этом в 20 муниципалитетах области посевные площади увеличат. Лидерами стали Кувшиновский и Вашневолодский округа и Бежицкий район. Основу посевов традиционно составляют зерновые, зернобобовые, кормовые культуры, картофель и лён долгунец. Аграрии уже начали активную подготовку к весеннеполевым работам. Техника будет подготовлена своевременно. Семенной материал, удобрение, ядохимикаты. Культуры будем сеять пшеницу. Сейчас посеяна озимая рожь и пшеница в количестве 370 гектаров и посеем ещё 600. В целом в посевной будет задействовано более 2300 тракторов, порядка 400 сейлок, около 1000 полугов и культиваторов. Также в хозяйство готовят удобрения, топливо и семенной фонд. В области имеется 14 семеноводческих хозяйств. Россельхозцентр ведёт единую российскую базу семян и посадочного материала. Всё, что не будет хватать, мы готовы предоставить информацию для сельхозпроизводителей. И они смогут приобрести этот посевной и посадочный материал. Аграриям оказывается государственная поддержка. Так, в прошлом году сельхозпроизводителям было доведено 1,2 миллиарда рублей. В этом году этот показатель планируется увеличить на 25%. Продолжится поддержка ильноводов. Кроме того, аграриям региона предоставляются субсидии. Реализуются механизмы льготного кредитования. В прошлом году банк выдал кредитов на сумму больше, чем 240 миллионов рублей. В этом году, учитывая выданные средства и находящиеся заявки на рассмотрение, сумма примерно сопоставима. Это говорит о том, что в этом году мы прокредитуем сельхозпроизводителей значительно больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день мы практически в два раза опережаем темпы финансирования по сравнению с прошлым годом. В целом банкам предоставлено кредитных средств сельхозпроизводителям на сумму 1,7 млрд рублей по сравнению с 720 миллионами прошлого года, а на сезонно-полевые работы 870 миллионов рублей по сравнению с 420 миллионами в прошлом году. Из них 100 миллионов предоставлено малым формам хозяйствования. Если говорить об итогах прошлого года, то валовый объем производства продукции АПК Тверской области составил 56,5 миллиардов рублей. Увеличился сбор картофеля, повысилось производство мяса и мясных полуфабрикатов, кисломолочных продуктов, сыра и творога, а также сметаны. Мы производим более 15 продуктов – молоко, кефир, йогурты, ряженка, масло сливочное, творог, разные жирности, сметану, сливки. В этом году наша задача – увеличить объемы продаж готовой продукции по сравнению с декабрем в два раза. По объему производства мы переработаем где-то порядка 250 тонн за год, и вся продукция упакованная будет реализована. Во время заседания Игорь Рудене отметил, что отрасль сельского хозяйства вносит существенный вклад в обеспечение социально-экономической стабильности региона в условиях беспрецедентного санкционного давления. Так в регионе расширена поддержка сельхозпроизводителей, которые вводят в оборот неиспользуемую пашню. Важно, что объем земель сельхозназначения, которые вводятся в оборот, у нас повышается. И также нами принято решение о введении и повышении объема ставки на компенсацию затрат по вводу земель в оборот сельхозназначения, которое будет уже выплачиваться с текущего года. Ключевым для отрасли, особенно в период посевной кампании, губернатор назвал обеспечения кадровыми ресурсами. В Тверской области создан региональный штаб по подготовке и организации проведения сезонных полевых работ. Глава региона подчеркнул в числе задач штаба решение актуальных вопросов, возникающих у коллективных хозяйств и фермеров Верхневолжья.